здравствуйте в эфире программа линия 2 сегодня наш гость скульптор художник дашин мудаков добрый день давайте сразу определимся как вас лучше называть даши дашинима какой по паспорту либо дашинима бальжанович давайте даши 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 вот первый вопрос может быть вам показать немножко нестандартным правда ли что в школе вас хотели оставить на второй год по рисованию была история такая я просто помню что у меня отец делал парты для школы чтобы отработать что я который год место просто было скучно рисовать то что рисуют обычные дети потому что я уже там рисовал в это время космос они рисовали яблочки морковки яблочки но просто видимо до существует система и системе не нравится не системные люди поэтому к ним имеет претензии но это было есть я думаю что и будет бывает разные случаи конечно но я просто думаю что бывают просто какие-то вот нестандартные люди которых надо очень просто может быть наоборот внимательно отнестись к ним сколько папе пришлось делать парт не только парты делал монтировал кино кино оборудование для школы скажите нам о папе немножечко я так понимаю ваш папа он и резчик по дереву да и он и чуть ли не электростанцию мог собрать и даже занимался искусством танка да да он еще уникальный человек просто вот и я сейчас он уже старенький 87 лет сейчас все дети вокруг него удивительный человек кроме того что он был великий мастер он был в деревне и он но в крови вот это вот ремесло он ковал металл он делал комоды мебель дома строил посуду делал делать трактора электростанцию построил в деревне там всевозможные там все на косилке самоходные делал писал буддийский танк а заказывали ему датсаны потом он делал скульптуры для датсанов в общем чеканку вот он делал все все что угодно и нас вокруг детей вот сажал вокруг и нас как будто вырастил в такой среде вот чему конечно мы благодарны и в принципе я думаю что на это же на этой выставке мы можем увидеть результаты его воспитания и естественно крови потому что я считаю что кровь очень важна вот просто генетически это передается и если там правильное воспитание то дает плоды давайте как раз расскажем где мы сейчас находимся как называется выставка эта выставка которую вот мы с музеем статьяна анатольевна и делали для вот для алтарганы нашего большого праздника называется душа азии выставка экспозиция мне очень нравится потому что здесь просто в окружении наших аксакалов великих мастеров бурятских вот и они здесь вот собраны уважаемые люди которых дает который даже я и раньше и не знал молодым я был все ходил мастерскую васильева союз художников по мастерским и некоторые конечно я застала дошнима дугаров я его застал вот и о многих я лично не знал вы сейчас я смотрю вот на черно-белые листы сахаровской великолепные вещи просто фантастически и мне просто очень приятно находиться в этом кругу больших мастеров и выставляться вместе вы долгое время жили и воспитывались маленьком бурятском селе вот сейчас вы думаете на бурятском языке и потом переводите на русский или уже все-таки на русском или вообще на английском не ну конечно не на английском не знаю мне как мне кажется кажется как это все перемешано у меня все в кучу и я считаю что неплохо это дает свои какие-то там исключительно какие-то результаты наверное да и я вырос на на бурятском языке в принципе я думаю что до сих пор мне иногда так бывает сложно говорить на русском потому что начинаешь там запретать язык начинает запретаться может достаточно давно уехали получается в москву до 2004 году и сейчас вы живете в лондоне почему не в италии например где великие художники эпохи возрождения прожил в италии пять лет до того как не переманили в англии видимо как-то вот не могу сидеть в одном месте просто интересно любопытно и когда дверь открывается там почему бы не войти мы уже привыкли вот к этой английской размеренности английскому чаю ну я всегда живу в своем ритме как бы где бы я не жил я жил и в москве и в италии в англии я живу в своем ритме там своей семьей и вот я в этом отношении неподатливый а вот англия вот сейчас она чем хороша лондоне сейчас происходит какие-то там не как сейчас лонда столица такого мирового скажем искусство потому что вот ну нью-йорк лондон они просто кипят новыми именами новыми тенденциями и и хочется тоже как-то вот окануться в это и ты варишь варишься в этой каши для меня такой некий эксперимент потому что вот когда ты видишь все это и тебя провоцирует тоже на то чтобы не остановиться и искать тоже вот нечто для себя новое открыть какие-то новые для себя горизонты здесь вам комфортно мне до девочки комфортно очень комфортно я знаю что вы даже побывали в вукингемском дворце да как прошло общение ну это просто меня вообще пригласили вот галерея такая очень мощная галерея хэрсен галере называется она такая известная мощная одна из самых мощных галереи в лондоне они нашли меня приехали в россию там предложили поработать я согласился потому что это интересно было конечно сложно потому что в этот путь мало кто проходил и спасается скажем с русскими художниками скажем сложно потому что принципе может быть даже особенно нет никого который бы сказал бы вот что-то подсказал потому что и ну очень интересно но они сразу так они мы они мощные они там у них очень хорошие взаимоотношения там с королевской семьей семьей там меня познакомили сразу с принцами там был в кизгерском дворце на ужине так поэтому как бы удалось поставить и чингисхану скульптуру потому что это так очень непросто и сдружился с мэрией лондона который вот сейчас вот мы после этого еще одну скульптуру ставили которая называется хранитница они приезжают там ко мне в мосевскую время от времени ну то есть вы на одной волне да мне интересно им интересную в общем ну да наверно можно сказать на одной волне почему европа не азия вот я посмотрела что китайцы вас тоже боготворят и говорят вот даже жалко что ты не китаец на я бы в базе может быть есть там хорошо отдыхать и но вот скажем жить и работаю я бы там не смог все-таки как-то вот мне интереснее и я просто как бы не просто живу я просто там что-то там для себя нахожу я открываю естественно дети семья там не интересен сейчас на западе что будет дальше только один бог знает что касается материалов какой материал для вас более податливый то золото медь серебро ну броня как так как я занимаюсь драгоценными металлами тоже и я считаю что золото конечно только исключительный материал в плане техники настолько гибкой настолько она растягивается единственный недостаток это просто дорогой металл поэтому как бы из нее не сделаешь больших вещей а с точки зрения именно вот техники это конечно настолько податливый материал просто идеальные для для вот мастеров кто занимается металлами вот один грамм золота можно растянуть на километр уникальный материал в связи с тем что он дорогой его как бы используют только вот для маленьких и виденных вещей к были маленьких скульптур для больших вещей идеально конечно бронза бронза это вот самый вот это вот материал который я в принципе как вот каждый день занимаюсь этим металлом занимаюсь то монументами маленькими вещами для выставочных вещей а что касается камней камень камень ну это конечно италия там я связался с там с мрамором там это знаменитое место где моя массивская там карарский мрамор самый знаменитый мрамор в мире из которого рубил микеланджело вот и еще занимаюсь камнем это безумно интересная такая новая страница вот и там конечно ты учишься вот и было и вот около год назад интересные события меня самая старая академия в мире флантийская академия я стал почетным академиком вот этой вот академии старейшие и там как раз вот тусовка общение с этими мастерами итальянскими тоже дает как бы свои кп плоды единственное считаю что как-то вот мне кажется вот если вот эта вот школа итальянских мастеров какая она была великая вот возрождение да скажем ренессанс и великие мастера они никуда не делали современном искусстве просто они мне кажется ушли в моду они ушли в дизайн они темно разрабатывает там дизайн автомобилей там этих лодок там самолетов вертолетов но и в изобразительном искусстве мне кажется может быть там труднее заработать они как-то ушли вот больше в дизайн одежду сумки это же они же диктуют а вам училисти то то что ваши многие работы есть например таких у великих мира сего как у путина герхарда шрёдера уире лошкова нет ну понимаете вот для художников важно чтобы его должно учтить то что он выставляется серьезных музеев либо из очень таких специалистов знатоков там который коррекционирует это важнее конечно а то что таких именитых людей это просто видимо как силы это какой-то такой моды может быть а так чтобы они шибко это соображали в искусстве я конечно сомневаюсь они вообще как вам относятся они боготворят вас или вы разговаривать как можно меня боготворить о чем вы говорите я же все таки занимаюсь скульптурой искусством я не не артисты не не клоун ими дает возможность общаться с с людьми открывает двери это конечно легко конечно раньше было я просто вспоминаю когда я начинал первые свои выставки я это бронзу таска на своем горбу потому что ну слава богу они были маленькие их было немного сейчас когда это там большие выставки провожу это такие огромные такие контейнера там это происходит такая отдельная жизнь я даже туда не лезу страховки там прочее там такое сумасшествие были такие случаи когда люди не понимают вашего искусства например скажут а что это у нее шея такая большая либо допустим конь без ног не ну конечно же и и слава богу художник же он не должен нравиться каждому это же все таки процент как бы вот людей понимающих не так много но принципе слава богу и как бы вот этот вот процент людей понимающих как бы и уст как бы вот и делает погоду на самом деле особенно это бывает когда ты ставишь монументальной скульптуры там конечно такая публичная история многим конечно как бы нравится и многим не нравится там это как это публичная история начинает об этом писать и блоге и пресса может писать вот например я вот недавно вот открыл скульптуру скульптуры в казани вот и там все довольны президент доволен мэр доволен но скажем есть люди которым не нравится эта история и это нормально на этой выставке очень много еще новых работ дай кукол может быть они немножко расскажите я понимаю даже не только вы на ваша семья сейчас подключилась к этому не дело в том что вот принципе вот это вот я хотел прежде всего сделать удар на эти куклы потому что их куклами их мне язык не поворачивается потому что такие серьезные произведения искусства куклы это пошел магазин и купил этого игрушку для ребенка это не игрушки это такие серьезные вещи вот и сейчас уже большой к ним интерес они уже попадают серьезные руки серьезной коллекции и мы вот сейчас вот пытаемся собрать коллекцию и музей мирового искусства пекине пригласил нас выставка и вот наша вот поездка начнется с пекина потом поедет великобританию в общем она будет ездить но мы с трудом с трудом собрали эту коллекцию потому что очень такие очень трудоемкие вот и это надо вернуться к к родителям к папе маме которые вот нас воспитали в этом и у меня просто появилась возможность помочь братьям сестрам семье которые принципе мы одинаково росли может быть просто как-то мне удалось как-то вырваться теперь как бы я вернулся в семье и мы вместе делаем эту коллекцию это и сестры и братья в основном там конечно вот дизайном занимается мне сестра даржима такая которые вот московское образование и она раньше работала гримером у нас в оперном театре она умеет эти вот бетафорию делать эти вот грим вот волосы это сплетать это так это все сложно но тем не менее как бы у нас все в это дело подвязаны и отец и мама в общем такой жизнью живут и не выходных ничего нет в общем но это безумно интересно сейчас как бы семья такой живет такими вот ожиданиями уже какие-то там выставок а уже выставки такие уже такие серьезные серьезные музеи сразу есть такое совместное творчество совместное творчество и вот я просто настаивал на том чтобы давайте вместе сделать просто каждый занимался своим делами говорю у нас одно воспитание мы у нас как бы общее вот как бы мировоззрение давайте делать коллекцию вместо просто я знаю способности каждого из моих братьев-сестер и мы просто вот я просто настоял и вот как бы все согласились и мы потратили очень много времени сейчас просто мы видим результат просто у нас поначалу не получалось мне не нам не нравился результаты вот когда вот уже получился результат мы сейчас уже можем показать публично результат вы сами видите мне кажется очень серьезно вот перед тем как сюда прийти я поговорила с коллегами и вот чтобы вы какой бы вопрос задали дашину такого знаете как какой вопрос они задали они задали а умеет ли он танцевать потому что настолько плавность форм ваших работ что такое ощущение что он как возрождается в танце если бы я начал танцевать я буду разбежался бы на рост столько бы не успели чего нет того нет отвечаете что нет ну не конечно деревянный второй по популярности вопрос был все-таки когда появится что-нибудь от дашина мудакова в столице бурятия в лондоне есть а в ланды нет я конечно сам хочу но как-то это об этом даже говорить просто самому неудобно я думаю что даже я сам надоел по этому поводу что и мне нет этих скульптур хотя вот я под привет на этой выставке вот десятая работы эскизные вот называется алтаргана вещь которую бы я хотел бы реализовать и поставить каких-то усилий делать бегать носиться там просить кого-то я раньше это делал сейчас я не хочу ну как как-то композиция будет выглядеть и где бы вы хотели чтобы она стояла у нас есть несколько вариантов в городе места есть очень удачные вот ну просто нужно какое-то встречное движение то есть это нужно выходить на мэра города либо мы разговаривали с мэром мэр проявил интерес нужны движение навстречу друг другу чтобы реализовывать желание есть конечно это же моя родина с удовольствием в этом году исполняется 350 лет нашему городу улан-удэ вот чтобы вы пожелали жителям города чтобы пожелали самому городу ну я бы хотел что хотел бы чтобы он был все таки каким-то уникальным городом каким-то самобытным они как все остальные мы такой большой такой скорости динамикой движемся именно стать что в такой серым городом может быть достаточно таким скажем так же и стекла и бетона но хоть и хотелось бы чтобы он был такой эндемичный так как у нас культура достаточно интересная самобытные и я думаю что вот на основе этой культуры можно было бы и город сделайте я не имею ввиду там просто скульптуры я имею ввиду и архитектуру как бы вот что не хватает а чего не хватает до что добавить вы знаете вот я глубоко убежден да вот наличие денег не всегда срабатывает в лучшую сторону вот мой любимый город катманду он от того что он бедный от того что у них денег нет он он остался самобытным настолько красивым безумно красивым вот эти пласты и многовековой культуры в этой барсиктуре и как бы вот и в каких-то там других вещах они сохранились я просто боюсь что как только у них появятся деньги деньги они это все снесут и построят небоскребы и стекла и бетона и будет как гонконг сингапур нью-йорк и такие серые одинаковые города вот многие еще интересовались спрашивали как рождается замысел картины скульптурной композиции это во сне происходит если все это происходило во сне это было бы конечно здорово я был бы счастливым человеком себя счет ли счастливым человеком считаю но это конечно труд это труд 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 работа работы чтобы получился вот нечто которое тебя устраивает это конечно там делаешь миллионы таких разных эскизов и потом это все вот собирается собирается и ты понимаешь что вот 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 находишь и вот 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 она нашлась а это большой труд которую как бы результате зритель не должен видеть зритель должен прийти и увидеть в своей работе свежесть вот это вот ощущение свежести до ощущения легкости но если так скажем там парящие танцующие девушка допустим либо летящий конь и они должны ты вот в этом куске бронзы там путь там 10 килограмм 100 килограмм тонна да ты должен увидеть что они поряд и вот это вот ощущение вот самое сложное передать ощущение легкости какой-то вот воздушности в тяжелом материале как бронза камень а вы используете компьютер личности все от руки продолжаете рисовать вот эскизы компьютер вот новые технологии у меня немного используется в ювелирный ювелирном деле потому что вот там они нужны больших они а куда ты робот за тебя не вылепит бронзу робот не отливает все вручную а вы могли бы показать свои руки вот многие сказали считаетесь такое бытует мнение что у художника они должны быть мозолистыми и в глине я после работы руки мою все нормально на самом деле спасибо вам большое за беседу это была программа линия 2 на этом все напомню гость нашей студии был дашина мдаков известный скульптор и художник всего вам доброго до свидания и и и и и